Театр начинается с вешалки считается Константин Станиславский. Наш художественный театр Писсалон отличается от многих других театров тем, что в нем спектакли начинаются с момента входа в здание театра. И все это, друзья, в первую очередь относятся к моему любимому театру Геликон-опера. Как только мы входим в театр и спускаемся по шикарной лестнице, сразу оказываемся в сказке. Мне, например, очень она напоминает сказку Алиса в зазеркале. Необычные церкви, состоящие из кусочков, передают очень интересное, необычное отражение. Но и полы, и в гардеробе, и в туалетных комнатах напоминают шахматную доску. Набука – третья опера Джузеппе Верди и его первый шедевр. Сюжет Набука заимствован из книг Ветхого Завета, в которых говорится об осаде Иерусалима ассирийским царем Новохудоносором по-итальянски Набука и вавилонском пленении народа Израиля. Опера Верди – это битва народов, столкновение религии, личности и библейского масштаба и неистовые романтические страсти. Набуга славится экстремальной сложностью вокальных партий, сочетающих блеск Белканта с драматической мощью и великолепными хорами, среди которых знаменитых Лампенсерио. Опера появилась в репертуаре Геликона в 2004 году. Премьерные спектакли прошли в Дижоне и Париже. С 2005 года Набука в постановке Дмитрия Бертмана Игоря Нежного и Татьяна Тулубьевой встал в репертуар Мариинского театра как совместная постановка. Спектаклем дирижировал Валерий Гергиев, а в главных ролях блистали Пласида Доминго и Мария Гулегина. Московская премьера состоялась в 2019 году уже в родном доме на Большой Никитской. Показал музыкально перерождение Набука, перерождение его в христианском духе. Каким образом? Через любовь, через понимание, что человек – это самая большая ценность. Мир приходит к этой истине, но совсем недавно мы видели, как израильтяне показали нам пример такого рода, когда за освобождение Наама и Сахар, гражданки Израиля, Нетанияху отдал России Александровское подворье в Иерусалиме. Когда, как вы помните, для того, чтобы освободить Гелада Шалита, солдата, попавшего в плен к палестинцам, выпустили тысячу заключенных палестинцев. То есть, вот как евреи ценят жизнь. Вот как они ценят жизнь своих граждан. Может быть, и вот это сочетание, с одной стороны, веры в будущие победы, вера в своего Бога, стойкость, храбрость, решительность, которые мы видели в начале оперы, в сочетании с гуманностью, любовью и милосердием, которые Верди показывает как главные ценности, как точки опоры в конце оперы, вот сочетание этих качеств не очевидное сочетание, не само собой разумеющееся сочетание, а именно то, которое увидел, заметил Верди и сумел преподнести в своей опере, вот это именно гуманность, вера и стойкость помогли иудеям выстоять в истории. Можно прослушать лекции об операх прекрасного искусствоведа Дины Кирнавской, но на этом чудеса не кончаются. В фойе второго этажа проходят различные выставки. Сегодня мы с вами увидим часть выставки старинных часов и коллажей на тему «Время». По левую сторону анфилады идут три небольших зала, носящие имена Покровского, Тихонова и Образцовой. Мы с вами обязательно посетим эти залы. Кстати, в зале дирижера Кирилла Климентевича Тихонова мы с вами услышим интересную историю по созданию Геликон-оперы. Так что, если вам это будет интересно, досмотрите, пожалуйста, это видео до конца. Геликон-оперы Геликон-оперы «Каминные часы Марс» из коллекции народно-артистки «Архиповые бронзы» «Литьё золочения» Франции 19 века. Геликон-оперы «Каминные часы Марс» Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья, а сейчас мы с вами находимся в зале Тихонов, который так назван в честь дирижера Кирилла Клементьевича Тихонова. В 1990 году он стал главным дирижером и музыкальным руководителем геликон-оперы. В этом же зале висит его портрет. И на одной из стен висит гобелем, где изображен Аполлон с музами на горе Геликон. Может, в связи с этой горой Аполлона в Древней Греции, а может, благодаря духовному инструменту необъятных размеров геликон-опера получила свое название. После того, как эти гастроли триумфально прошли, Кирилл Крементьевич получил предложение дирижировать в Метрополитен-опере. И вот он работал в Метрополитен. В это время там была такая певица, я знаю, что некоторые из вас, я сразу вспомню, Милица Кориус. Это опытная певица, которая в трофейном фильме «Большой вальс» исполняла роль Карла Донбер. И вот, увидев нашего Кирилла Крементьевича Тихонова, она сказала, вы мой штраус. И у нас в коллекции есть его фотографии, которые украшены ее поцелуем. Вот. Так что у Кирилла Крементьевича была огромная, очень богатая история выступления с разнообразными театральными, музыкальными коллективами. Он приходит сюда в театр. Представляете, в театре нет денег. Вот такое количество артистов, как я вам сказала. И амбиции. Амбиции – это самое главное, что будет, энергия. Потому что хочется работать в опере, хочется петь настоящую оперную музыку. И для этого есть силы, и для этого есть время, потому что все очень молодые. И для этого есть желание моря. И вот Кирилла Крементьевича говорит, вам надо краться за маленькие одноактные оперные просветения. Они легче адаптируются под исполнение малыми и нынешними инструментами. Вот это, например, да? Музыкальная ткань легче адаптируется. Кроме того, они так редко исполняются, что каждое название будет раритетом. И даже самое скромное, самое незаметное в других случаях и пламо будет бросаться в глазах веломан. Тут играет роль место. Потому что мы находимся в замечательном месте, на полпути от Академии Вмесиных к консерватории. Тут же ядышко, Мерзлевовское училище, тут же недалеко, специальная музыкальная школа при консерватории. И если уж быть честным совсем, то и Гнезинская музыкальная школа тоже недалеко. На стене висит картина Елена Образцова в роли графини из «Пиковой дамы». Ее написал петербургский художник Туман Жумбаев. А мы с вами сейчас находимся в третьем зале амфилады, который носит имя Образцова. В честь Елены Васильевны Образцовой, работавшей и дружившей с коллективом «Геликон-Опера» еще со времен основания театра. Мебель и предметы интерьера из ее московской квартиры подарила театру дочь певицы. Здесь же мы видим личный рояль певицы, которым она всегда пользовалась, ну и другие интересные вещи. Здесь же висит картина, на которой Елена Образцова изображена в одной из ее и своих любимых партий «Партия Кармен». И в этом же зале представлена историческая афиша театра «Ла Скала» 1964 год, дебют Образцовой. Вот уже наступил вечер, и мы с вами прощаемся, дорогие друзья. Как всегда, жду от вас лайков и комментариев. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok